Друзья, всем привет! Вы на канале Пиратская Жизнь. Да, наше утро начинается не с кухни, к сожалению. Ну ладно. В принципе, повод у нас есть. Сидеть в одно место. Потому что у нас сегодня дела. Нужно съездить на кладбище. Ну а потом мы хотим сегодня еще съездить и сдать анализы на кровь. Сдать анализы на кровь перед вакцинацией. Меня все-таки уговорили вчера. Ну точнее не уговорили, я сама решила сдать полностью комплекс анализов, чтобы знать, что в принципе у нас нет никаких воспалений и все дела. Так что сейчас едем, сделаем все дела. Ну а потом еще одни дела. Я еще не проснулась, потому что для меня это прямо вот за эти утро-утро. Все, приехали. Сейчас показали место. Сейчас, видите, все заросло. Ребята сразу будут делать. Ну, получается, одним днем они сейчас все сделают. Сейчас все зальют, ставят бордюры. Ну да, сейчас косит всю травку. Все будет красиво, все будет обратно. А вот памятник, который от мамы хотят положить вниз. Ну да, как под фундамент. Цветника у нас не будет. У нас будет гранитная плита красивая, с цветами. То есть там все будет хорошо. По фуншую. Ну, в общем, вот так вот. Кладыще такое вот здесь. Видите, кстати, очень много заброшенных могил, очень много. Здесь вот могилы. Здесь вообще никто давно не появлялся. Вот, видно. А все это откуда? Из гробницы идет. Из гробницы, да. А у нас полностью. Я сначала хотела оставить цветник, потом подумала нафиг. Вот. Мне вот я всегда смотрела на вот эти вот ближайшие могилки. Я смотрела, чтобы красиво было все обработать. Красиво. Вот здесь туй красиво такая растет. Дальше здесь прям все взорачиваю. Наверное, да. Как получается бетоном, да, тут все заливаются. Да. Все. Чтобы не было этой растительности. Вот они еще стоят. Ну, это соседская. Нет. А, это наша? Вот, да. А, наша, да. Ага. Как обозначение их участка. Ну, да. Здесь вообще. Сделать все красиво. Я привыклю. Ну, да. Конечно, все здесь прям вот. Вот вообще фиг найдешь. Вот если не знать конкретно, прям вот их хрен найдешь. Това у нас у Саня. Всегда. Молодец. Все нашел. Да. Не, я внешне-то помню, где все. Это мамочка тоже была ваша? Да, она тоже наша. Мама сначала первая, вот, а потом как бы отец был. А, то есть его это могильщики сняли? Да, да, да. Это когда крест ставили к отцу. Отец-то умер год назад. Да, здесь двойная она. Получается. То есть, гроб на гроб? Да, 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 да. Все, ребята будут работать. Вот. Мы все показали. Все красиво сегодня сделают. Зальют бетоном. Все будет хорошо. Завтра уже будут, берут плитку, будут заливать. Класс. Все будет хорошо. Ну, все. Говорят, мамочки, папочки. Все будет красиво сделано. Осталось совсем чуть-чуть. Памятник, кстати, тоже практически готовят. Три поднимется. Да, мы сейчас бордюры берут. Ну, да. Насколько? Насколько. Ну, все. Видите, как здесь все зарастает. И это еще ухаживаемое более-менее. А тут-то прям вообще все. Здесь очень такая плодородная земля, и здесь все зарастает. Что-то здесь вот выложены. У нас, я надеюсь, вот так же будет выложено. Примерно. Только надеюсь, не вырастет. Там, видишь, будет пактер. Приподняли нас сколько. И еще сверху. А там делать будут, да, видать еще? Вижу, там тоже все расчистили. Да. Тоже буду делать. Очень. Вот. У нас это кладбище вот не такое старое, но уже прям все задико. Вот у нас примерно вот так вот будет, как ребята сказали. Примерно вот в такой варианте. То есть вот такая вот обработка. Только у нас вместо цветника будет надгробная плита. Красиво. Ну все. Ну, в общем, ребята хорошие. Мы договорились, что будет красиво. Папе с мамой я, как говорится, отдам долг. Это мой долг дочерний. Все. Будет все очень красиво и хорошо. Да, вон плитка. Вот, видишь, они здесь разводить, наверное, будут, да? Да. Ну все нормально. Ну, ребята, нормальные. Фирма хорошая, мне сказали. Вот и все. Все у нас будет по красоте. Кстати, какие богатые памятники вообще. Ты скажешь, прям вообще очень дорого все сделано. Здесь он даже целые склепы сделает. Я знаю, в Москве есть очень интересные, красивые кладбищи. Там прям даже погулять по ним можно. А вот смотри, домик какой интересный. Вот такое вот кладбище. Ну все, точно. Ребятки, извините за такой контент. Ну, я показываю все, как есть. Все, как говорится, начало положено. Точнее, начало уже давно положено. Сейчас уже непосредственно перешли к исполнению. Все. И памятники осталось. Поставите все. Ребята зальют, и будет все хорошо. Ребята, смотрите, кто здесь похоронен. Назарова Маргарита Петровна. Народная артистка РСФСР. Вообще обалдеть. Там даже сзади прям написано. Я что, даже не обращала внимания. Постоянно машине ездили. Маргарита Назарова единственная в мире укротительница тигров, исполнительница главной роли в фильме «Полоса трейс». И она у нас здесь. С ума сойти. Вот такая вот могилка у нее. 2005-я. С ума сойти. Вообще неожиданно. Что-то я даже не обращала внимания. Он, видите, вообще повалился. С ума сойти. Вот такие вот личности здесь лежат. Все, вернулись с кладбищем. Вернулись свои пенаты. Кстати, доехали быстрее и дешевле, чем туда. И быстро нашли. Сейчас разговорились с таксистом. Оказывается, вообще, наш сосед. Буквально из соседнего дома. Вот. Короче, мы сейчас идем в гемотест. Вот у нас напротив. Сдавать анализы. Хотим сдать все анализы перед вакцинацией. Вот. Сначала хотела сдать чисто на антитела. Но с одной девушкой поговорила. На медик. Вот она говорит. Лучше сдать всякие там сои и прочее-прочее. Чтобы знать, есть ли какие-то воспаления в организме. Вот. Потому что есть же все-таки противопоказания определенные. Вот. Чтобы наверняка было. Вот решили сдать. Стоит, кстати, анализ 2,5 тысячи комплексной перед вакцинацией в гемотесте. Но я думаю, что что такое 5000, если от этого зависит твоя жизнь. Правильно? Так что сейчас идем сдавать анализы. Как раз они будут готовы перед вакцинацией. И чтобы уже, соответственно, быть уверенными. Анализы, кстати, задаются натощак. У нас есть как раз получилось. Сейчас он сколько? 9.33 утра. Вот я вообще, кстати, не знала, что ребята будут сразу делать все это дело. Ну, хорошо, я так понимаю. Сегодня-завтра они прям все сделают. И памятник скорую поставим. О, а здесь очередь прям с утра. С утра очередь. Нормально так гемотез. Прикольно. Так у нас очередь, да? Чуть классно. Прикольно. Но заказа даже очередь. Гемотез. Жуть. А на Ваниле на кого? Где на Ваниле? А там еще один гемотез проезжал? На бикетке. Где на Санкт-Петербурге. А, 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 а еще пост. Поехали сюда. Называй, да? Все, в стуле, да? Шерстой, да. Сосед. Удивительно. Прямо живет в соседнем доме. Прям здорово. Вот сейчас сидел болтать, болтались, там все плакался. Ну, не плакался, а это рассказывал, что по поводу вот этих таксистов, по поводу тарифов, что обманывают, сети Мобил нехорошие. Ну, что они там, это что-то цены задирают, в общем. Цены купили. Это не цены. Ой, вот цель насчет, почему снимала. Потому что, ну, во-первых, для себя сохранить память, что как было, как стало. Вот, чтобы, вот, вспомнить, что все, все сделала, все, что хотела, то сделала. Вот, почему вот, именно, ну, в смысле, почему снимала, как лапыщи. Вот, кто хочет, может не смотреть. Потом, как поставить, тоже покажу. Чтобы самой запомнить. Вот, и все. Муж куда-нибудь все-таки, то вернемся на бикетку. Потому что там она одна медсестратор. Каи, блин, долго ездишь? Там, на, на, бин-бин-бин. Ой, 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 ой. Ой, 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 ой. Ох, ой, 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 ой. Он еще тоже был, что прошло. Короче, очередь прям, пипец. Не знаю. Это, сдать я. Наверное. Он их лишь 2, 2 мощных кондиционера. Стоят. Все прикольно, прикольно, знаете, уже даже в платных клиниках я только спросить. вне очереди то есть уже уже дошли до того что даже за деньги то я только спросить пойдем это я тоже я тоже только спросить если бы такая я тут высказала в общую теорию почему у нас еще даже очень собралась на антитела вот тоже спрашивают здесь можно сдать на антитела я учу думаю может быть это сдают из-за того чтобы наши вели вот эти ограничения вот и типа требует чтобы там либо прививка либо антитела либо пациент антитела кстати самый дешевый 860 разуме 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 может быть наверное из-за этого сейчас все и поперли это вакцинируется кто-то вот так я думаю сейчас такие фирмы которые принимают на антитела то не промыта садку тоже весь сейчас везде из садков и здесь от по нижнему гематеста на самом деле 10 отдельно это идут садку но народа я проведена 9 утра вторник скоб на вот стоим короче все выходят с этими с повязками на вене на руке то есть все сдают получается кровь из вены получать на антитела либо либо то нет пациентам и так шкрябывает как он рассказал мозг может быть кто-то там за границей может в турцию это тоже прям в турцию потому что же нужно понимать там это или пцр или что по сути и турция тоже для тех кто переболел это антитела если есть либо турция либо кипр что такие очереди например на очереди как это вообще сказал что сейчас до 25 июня даже не сделал первую вакцину и работники медитата в магазине магазин парикмахер и прочее в общем люди которые работают с людьми вот так вот так что ждем после нас уже хвост большой выстрел кажется тут они сейчас вообще целый день работают постоянно он рассказывает что во время концерта огучина это где кстати прочитал в группе группе нижний город во время концерта огучина который раз был 19 июня вакцинировать более 100 тысяч человек вакцинируйся единый концерт у нас сейчас ограничение вели прям жесткие то есть кинотеатры закрыли закрыли вот эти культ массовых мероприятий закрыли все вот эти концерты так вот эти как и заставляют но не заставляют вас утомляет но на как как он стал нашли лазейку с хорошими адвокатами всегда наедут никого не заставляет можете не вакцинировать у вас никто не принуждает но вам настолько нет вам настолько жизнь ухудшит есть синий синий тигон тогда за мы лично вот добровольно максим куда еще не не за магазин магазин да но это в районе те тоже а прикинь если магазин закрытой там вообще стопроцентно будет вакцинация на центр тестов нет веса не могут лично добровольно мы без принуждения показываем пример сужу россии путин батюшки не так она как-то я буду нагрузить вот так все после нас уже 8 человек прикиньте но здесь как уже стоимость получаем правую руку уже 8 человек прикиньте я правда это просто прям вообще толпы народа просто народ стоит это сумасшедшим это просто обалдеть это что действительно чтобы все выставляют и почему эти вот антитилата берут рубори акцент только в частной клинике бесплатно все жуть я прошу рассказа сдавала это было в марсе я сдавала что такое другой параллель и этот вот на оглашение было а сейчас полку ужасно здесь то у нас тесты на ковид не берут не указано а а а все вот кому интересно где мотост но лишь они пятницу работу субботу они конечно молодцы вот но как вы с мальчиками сидели стояли обсуждали вот они сейчас просто обращают бабло спрекут по страшной силе просто по страшной силе потому что вот видите сколько народу он после нас еще еще он там двое подошло уже 10 человек после нас и это частная клиника и это за деньги вот я уже стою здесь уже не знаю чем чуть-чуть чем заняться я уже с вами поболтать хоть какое-то время как-то убить выговориться прям с ума с этим мышь нафиг может просто так шагнемся чуть-чуть не строится еще стоять не на сексусе надо все равно кажется сделать уже и все прям конвейер прям конвейер но мы уже это близкий к финальной части можно было сейчас уже проходить бахилки там все дела и хорошо что там это принимают карточки сейчас сделаем и все кстати выходит вот у всех вот тут вот кровь берут у меня хоть двое работают а вообще прям сумасшедший да он вот еще подвозить сколько народу не успела я даже подвозить эти всякие пробирки и прочее то есть сумасшедший да он вообще народ причем сейчас девушка спрашивала типа он спрашивает для каких целей он говорит для того чтобы это аммм чтобы передвигать для передвижения тут он даже уже трое их работает одна документы принимает другая берет у них у них куча куча этих подвозят пробирки то есть у них даже вообще сумасшедший дом ну сумасшедший то есть я не знаю что творится но какая-то валить общая паник у нас после нас еще человек 10 уже на бижаму пока мы ждали так такие дела ну все мы все сделали у тебя слева у меня с правой все заплатили по 2 500 сказали что кстати антитела почему-то долго что вот эти вот обычные антигены и прочего вот они быстро они на следующий день а вот антитела они дольше 3-4 дня вот и сказали возможно подольше все слабо все сделали и ждем результатов вообще просто сумасшедший дом я поговорил с девочками там ну пока стоят пока мне делали вчера больше 50 человек было сегодня парк на звездинки там вообще спаши чудом там программа упала да нет программа упала у них на белинке на белинке на бикет еще да 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 вот и короче на веке это у них это кстати тоже упала это только в только установил за эту очередь прикиньте вообще сумасшедший дом у них грамм не уже даже программа не выдерживает настолько от жарей много от жары наплыва наплыва людей с ума сойти просто ребят я не знаю что творится ну какая-то жопу и причем кстати вот девушка пришла после нас которая она спрашивала чтобы можно было передвигаться ну смысле там на всякие мероприятия и так далее то есть предъявлять вот этот вот тест типа есть антитела бабушка после нас тоже пришла да бабушка тоже после нас пришла даже гляди там всякие утренники и прочее да вот у нас я надеюсь все таки успеет сделать тест потому что мы там уже проверим но если будет прям хотя бы просто знать что у нас там есть нету и здорово ли мы перед вакцинацией все ребятки идем домой будем кушать уже голодные ничего не ели все все дела сегодня сделали основные мы не было было это это было